Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучать книгу «Деяния святых апостолов». И сегодня мы будем читать шестую главу этой книги. Первая тема – ученики избирают помощников для апостолов. И мы читаем с первого стиха и ниже. В те дни, когда умножились ученики, то есть последователи Иисуса Христа, произошел у еленистов ропот на евреев. Еленисты – это евреи из языческих стран, которые забыли еврейский язык, и они в основном говорили, молились, читали Тору на греческом языке. Известно, что в те дни в Иерусалиме даже были синагоги еленистов, где все богослужение совершалось на греческом языке. Произошел у еленистов ропот на евреев, то есть на тех, которые и молились, и читали Тору на еврейском языке, за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда двенадцать апостолов, созвав множество учеников, сказали, «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о столах». Итак, братья, выберите из среды себя семь человек, изведанных, исполненных Святаго Духа и мудрости, их поставим на эту службу. Надо сказать, что обычай избирать именно семь человек, он восходит к еврейской гемаре. Это гемара иерусалимская, трактат Мигилла, третья глава, 74а, это страница. И там говорится, что для управления общиной избираются семь добрых мужей. То есть это было такое общее правило. И считалось в иудаизме, что если община насчитывает более восьми тысяч человек, то есть уже как город, то обязательно надо избирать семь человек, которые будут совершать служение декании. Собственно, декания или деканское служение – это служение в подлинном понимании этого слова. Так, например, во II веке Тартулиан так описывает это служение, служение благотворения, сбор денег и на какие нужды собирали деньги, а декана – это были те люди, которые распределяли эти деньги. Тартулиан пишет, «В наш ящик каждый в первый день месяца или когда хочет, если только хочет, если может, делает небольшое подаяние. К этому никто не принуждается, но каждый приносит добровольно. Это есть как бы залог любви, ибо деньги, собранные в этот ящик, тратятся не на перы, но на питание и погребение бедных, на мальчиков и девочек, лишившихся имущества и родителей, то есть на сирот, и на стариков, также на потерпевших кораблекрушения, и если кто-либо находится или в рудниках, то есть в заключении, или на островах, или под стражей». Вот для таких категорий лиц собирали деньги. Итак, мы возвращаемся к третьему стиху, шестой главы. «Братья, выберите из среды себя семь человек, изведанных, исполненных святаго духа и мудрости, их поставим на эту службу». Это решение апостолов. А мы постоянно пребудем в молитве и служении слова. То есть сами апостолы, они как бы перепручают эту деятельность вот этим людям, которые позже в христианской традиции называются деканами. А, собственно говоря, декания, само обозначение этого термина – это социальное служение в церкви. «И угодно было это предложение всему собранию, и избрали Стефана, Стефан был архидиаконом, то есть старшим, мужа, исполненного веры и духа святаго, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников». Если о Николае сказано, что он обращенный из язычников, значит, все остальные были евреи. «Их поставили пред апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки». Вот это первое упоминание, как совершается рукоположение, то есть поставление в сан. Но надо сказать, что это первое упоминание в Новом Завете, но в книге «Чисел», 27 глава, 18 стих, мы находим Божие повеления для совершения рукоположения. «И сказал Господь Моисею, возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть Дух, то есть Дух Божий, и возложи на него руку твою». Что же люди получали через рукоположение? В послании к Тимофею апостол Павел пишет, «Возгревай дар Божий, который ты получил через возложение рук священства». То есть этим людям сообщался дар Божий для осуществления того служения, на которое их поставляли через рукоположение. Далее мы читаем, «И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и священников очень многие покорились вере». То есть из дома Левия левиты тоже становились христианами, из дома Аарона, то есть те, которые были священники. В шестом стихе очень важно обратить внимание на то, что рукополагаемых поставили перед апостолами. Это не случайная деталь, только то рукоположение, которое восходит к апостолам, считается законным рукоположением. А в сектах, например, не сохраняется дар апостольского преемства, апостольского рукоположения. На самом деле очень мало исторических церквей, которые сохраняют этот дар. Это прежде всего православные патриархаты сохраняют этот дар апостольского преемства. Рима, католическая церковь, сохраняет дар апостольского преемства. Армянская апостольская церковь сохраняет дар апостольского преемства. Коптские и малобарские общины тоже сохраняют этот дар. Этот дар церковь не может давать кому угодно, хотя в церкви все священники по благодати, но наряду со всеобщим священством есть частные священства, деканат, пресвятариат и епископат. Сказано, рук поспешно не возлагайте, чтобы не стать участниками в чужих грехах. Но церковь учит, что даже если человек рукоположен, но он не соответствует как бы этому достоинству, благодать через него все равно действует. Златоуст выразил эту мысль такими словами «Бог не всех рукополагает, то есть некоторых рукополагают не по воле Бога, но через всех действует». Это же говорит и Христос. На Моисеем вседалище сели книжники и фарисеи, и так все, что велят вам делать, делайте, но по делам их не поступать. Восьмой стих и ниже «А Стефан, архидиакон Стефан, главнейший из деканов, исполненный верой и силой, совершал великие чудеса и знамения в народе. Некоторые из так называемой синагоги либертинцев и керенейцев и александрийцев Александрийская диаспора была очень крупная, и некоторые из Килики и Осии вступили в спор со Стефаном, это представители диаспора, которым Стефан мог быть неизвестен, а вот еврейская иудейская община, она хорошо знала Стефана и его уважали, потому что он по преданию был ученик Гамалиила Первого. Итак, они вступили в спор со Стефаном, но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Очень важно, когда священник говорит не силой своей эрудиции, а тем духом Божьим, который сообщается ему в таинстве рукоположения. Тогда научили они некоторых сказать, мы слышали, как он говорил хульные слова Ивану, Моисея и на Бога, это была явная клевета, и возбудили народ и старейшин, и книжников, и напав, схватили его и повели в Синедрион, и представили ложных свидетелей, которые говорили, этот человек не перестает говорить хульные слова на святое место сие и на закон. Святое место сие это храм, а закон имеется в виду закон Моисеев. Ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус Назарей разрушит место сие и переменит обычаи, обычаи, которые передал нам Моисей, и все сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лицо его как лицо ангела. То есть человека обвиняют в том, что он богохульствует, то, что он не признает Бога Израиля, отвергает закон Моисеев, а люди смотрят на него, члены Синедриона, и видят его лице как лице ангела. То есть его вид не соответствует тем обвинениям, которые выдвигаются против него. Это окончание шестой главы. Если будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы будем изучать седьмую главу этой книги. Синедриона. Спасибо.